Так, Валентина Викторовна, мы сколько? Я даю 600 рублей на то, чтобы заплатить какой-то там им штраф за Патиму. Потому что мы все поддерживаем Путина. Они что, против Путина, самого президента? Я вообще ничего не понимаю. Мы очень этим возмущены. Они что, против? Что за политику они ведут? Это что, подорвать выборы его? Не выйдет. Россия вперед. И мы победим, и Путин нас победит. Это что за проблема? С кого они берут? С путинцев. Это 500 рублей, потому что это незаконно ее задержали. Мы все согласны. Мы стоять за нее. Есть, есть. За коммуналку не собралось платить. Я хочу, чтобы Патиму отпустили. И когда это кончится безобразие. Путин победит все равно, и все. Я за Патиму хочу полторы тысячи отдать. Тысячи, да, полторы тысячи я даю. Я хотела бы, бедная девчонка, что они ее трехать без конца. Полторы тысячи я даю. Это нечестно. А вы сколько за Патиму? Я даю две тысячи за Патиму. Она очень справедливая. Она за свою родину борется. А Навальный собирает всякую молодежь, которая и ведется. Платит им, наркоту дает. И они с нами борются, а не с ним. Это очень обидно, что у нас в нашей России вот такие предатели. Мы все равно за Владимира Владимировича Путина будем голосовать, и чтобы он остался опять президентом. Я даю две тысячи. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Ну где такое еще есть? В нашей стране все живет народ, который ждет только, когда Владимир Владимирович еще пойдет на новый срок. Девочка, которая была организатором, она нас все воодушевляла. И ее сегодня привлекают к суду. Так вот, а ей еще какой-то штраф там положен к суду. Так вот мы собираемся. Хорошо, что пенсию получила. Дают для того, чтобы бедной этой девочке заплатить штраф. Это когда такое было, что мы своего Путина выкупаем. Где еще такое в стране есть? Если Навальный берет деньги из Америки, то мы берем из своего кармана. Из своего кармана. Все правильно. Здравствуйте. Я вот сдаю 500 рублей. И мне вот, как юристу, непонятно, непонятно, за что может быть наложен штраф. Если вы группа поддержки Путина. И мы хотим, чтобы Владимир Владимирович был избран на новый срок. И почему какой-то Навальный побеждает у нас в Краснодаре. Это вопрос к властям, к нашим краснодарским властям. Как можно арестовать того человека, который и душой, и сердцем и организовывает всю работу за то, чтобы у нас Путин был избран президентом на новый срок. Вот, пожалуйста. Нина Давидовна. Вот я даю 500 рублей, пенсия у меня 22-го. Вот что осталось, все отдает. Что это такое за безобразие такое у нас в стране творится? Кого-то одобряют, кого-то понижают. Кто работает, старается, того надо судить, да? А их не надо. Их не надо. Они народ обманывают. Нашу молодежь совращают. И именно это самое. А нас надо утопить, понизить и это. Это что такое? Где такое было? А мы хотим своего президента выбрать. А мы хотим своего президента и мы за Владимира Владимировича нас это так вот уже до суда доводят. Это же позор, позор. Это безобразие. Да. Все, спасибо. Хотим, вы скажете? Здравствуйте, Елена Давидовна. Здравствуйте. Господи, это значит, что такое? Значит, избили. Нас здрав собираем. Избили, незаконно избили. А ну-ка, пять мужиков навалились на девчонку, а? И на Вадика. Вадика, да, хоть бы не забыть, как его. И на Фатимова. Я там лично видела, как они избивали ногами ее всеми это, и руками, и вообще, что они какие-то подлости не делали только. Она бедная, я не знаю, как она еле выжила. В общем, еще ее теперь штрафуют. За что? За добросовестность ее, за справедливость. За то, что мы за Путина всей горой стоим. И теперь еще штраф. Я тоже даю денег, этот рубль, чтобы ее это, выкупить. А мы с пенсией собираем. Конечно, я получила пенсию как раз-то и сегодня, и вот это принесла пенсию. Анна, я бы уже все, ну, спасибо. Татьяна Георгиевна, вот собираем наш штраф. За Путина. Не за Путина. Да, за Путина. Да, за Путина. Мы поддержку Путина, а Фатиму, которую хотят оштрафовать, это организатор. Мы со своей доброй волей пошли выразить недовольство. На вольном. На вольном. Да. И штраф это очень позор. Очень позор. Мы все согласны. Пиццу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Карапетовна. А на что собирают деньги? Это мы на штраф Фатиму собираем. Раз такое дело, мне не жалко для... Фатима. Это за то, что мы за Путина. Вот ее должны оштрафовать, а мы собираем. Пенсионеры. Ну что делать? Надо за Путина. Жалко. Да, за Путина не жалко. Не жалко. Ну что, собрали мы 18 тысяч рублей. Пенсионеры. Ну, если надо будет больше. Мы больше соберем. У нас 300 человек. Пусть суд не скромничает. За Путина, если надо, мы и в миллион соберем.